день я бы хотел узнать нахождение у вас пациента и его состояние а данькин а данькин да валерий александрович так девушка еще он может поступить как неизвестный у него есть особые приметы яркие 21 21 числа его забрала скорая савеловского вокзала это бомж у него нету левого глаза и огромная язва на спине до 49 лет самый яркий примет у него нету глаза 1 понял понял это врачи которые наркоман да есть такой да в реанимации лежит девушка у меня ну не с собой но у меня лежит его паспорт я блогер я занимаюсь помощью таким вот бездомным людям вот значит я ему делал паспорт и чтобы он его не потерял он лежит у меня я могу вам позвонит там вы даже поможете им опознать его и пожалуйста привозите скажут привезти привозите так сейчас я запишу хорошо хорошо ребята вроде бы в боткинской лежит как неизвестные в реанимации 18 сейчас девушка узнает с нашими прямыми эфирами спал я сегодня всего один час ну и приехал здесь в определенное место ёжик я думаю ты узнаешь это место так ну будем надеяться если в реанимации значит живой по крайней мере и вчерашний ролик мой не модели не монетизировался просмотр очень хороший но ролик не монетизировался потому что засветил личную информацию номера телефонов на видео вот у меня такое было в тик токи и я не не принял к сведению это хороший ролик по просмотрам но остался он без финансовых вливаний так скажем ну ладно все кто говорит ребята то что там вот хайпуешь youtube и создан для того чтобы зарабатывать для того чтобы хайповать и делать что-то интересное для людей если люди просматривают в таком количестве значит в этом им интересно а то что я делаю добрые дела на самом деле и вы мне помогаете уважаемые подписчики это совсем другое дело совмещать приятное с полезным никто еще не отменял поэтому вот так вот я 31 минуту дозванивался в боткинскую больницу 20 я был на очереди по приему звонка 31 минуту и вот сейчас ждем да да вы знаете он 21 поступил 21 скончался но это он я не знаю его надо опознавать тело в морге она наверно до сих пор еще там никто никого родственников нет если вы хотите приезжать опознавать я не знаю как родственники обычно ну мне мне нужно приехать скажите его в четвертый морг отвозят это в самой боткинской больницы хорошо спасибо подъеду сегодня можно подъехать можно да только поспешите до часу а до часу хорошо да да спасибо огромное вот так ребята космос наш 21 числа скончался поеду в боткинскую больницу до часа надо успеть царствие небесное все таки это свершилось жаль вот такое вот нехорошее у нас утро 30 июня космос к сожалению скончался в тот же день 21 числа поступил как неизвестный видимо было ему совсем плохо поступил в 18 реанимацию в боткинской больнице не успел назвать свое имя и сейчас я еду в морг на опознание если меня конечно как не родственника пустят я буду говорить то что я все таки брат двоюродный блогер шутки здесь уже не уместно царствие небесное помянем хороший был человек ничего плохого я за ним не знал еще один считаете вот такой вот день сегодня ребята но жизнь продолжается значит параллельно сегодняшняя задача у нас сейчас обратился на наш канал молодой человек Василий помочь ему сделать паспорт вот сейчас из банка возвращаемся значит в МФЦ оплатили госпошлину сделали фотографии вася там заполняет бумаги я бегал в банк с оплатой госпошлины уважаемые подписчики спасибо огромное за перечисленные денежки по возможности выкраиваю вот на такие моменты так что имейте ввиду что все равно так или иначе деньги расходуются по значению и никак иначе подвернулся вот такой момент там еще помните да Анатолий пьяный здесь лазил значит мама там не помогла ему пытались связаться через одноклассники написала через три дня не видели там Анатолия я говорю ну надо делать все сразу а теперь он куда-то делся потому что бухал здесь ходил непонятно куда он делся может быть на трех вокзалах или где-то лазит тоже человек без документов слезно просил сделать документ паспорт вот этот как его Робинзон Крузо по дороге нам попался поэтому мы сейчас делаем Василию паспорт Анатолия не знаю где искать сейчас поздороваемся со Славиком и полетим в МФЦ дом где скоро быча не будет жить тоже печалька очередная наступает вот такая жизнь ребят заставляет задуматься о многом многое переосмыслить многое понять 41 но все же я думаю еще не поздно жестко жестко со всех сторон меня жизнь гнет в этот период времени будем надеяться я успокаиваю себя что это переломный момент в лучшую сторону так сказать проверка на слабость проверка на стрессоустойчивость и так далее ну еще раз скажу что идем в МФЦ о Славик освободился что Славик как дела здорово что ребята там не знаю не знаешь а ты чего лазишь не ускакали там их нету на полторных нету я просто утром там был я понял ну вот такой у нас Славик сегодня жизнерадостный ау тяф 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 ну вот при этом хуёво что что хуёво хуёво ну это обычное явление не бывает здесь не а бывает тоже целого ну да ауу что никого больше не видел не видел ясно 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 заполнили документы кабинет 50 как бы не первый раз уже все четко у нас схвачено продвинул Валерку встретил белорусов херовенько ему ну поделился да чем есть полтишочек и себе сейчас пойло куплю какого нибудь Серёга Крымский к тебе обращение братское сердце если нужен человек ну вроде трезвый вроде чистый нормально себя ведет может быть если что там есть по работе скажи отправим его маяться маяться ходит не хочет он здесь быть ну вот видишь Серёга забери пожалуйста я не подведу я не подведу больше не повторюсь на какой-нибудь ну на работе же пить больше не будет веселая Джираль я думал я не могу это так adem это так так ecc д д не просто переех я не могу не могу Друзья, приехал я в район Боткинской больницы. Идем туда. Что еще хочу сказать, ребята, по этому поводу, друзья мои подписчики, значит есть у меня телефон сестры, но я вот набираю, набрал, вернее один раз, номер не существует, то есть поменялась сестра телефон, номер, попытаюсь вечером, ну или после опознания, я сейчас подтвержу, что это он, если это он, надеемся, конечно, до последнего, что это не он, но вероятность уже свелась к нулю, что это не он. Как-то сообщить, или они сообщат, или я, я просто не знаю, где живет сестра, чтобы сходить постучаться в дверь и сказать, как, как космоса будут хоронить, где кто, то непонятно. Все, идем. В Боткинском морге я еще ни разу не был, спросил у этого охранника, подсказал он мне на светофоре направо, там, возле церкви, очередной ужасный момент в жизни, опять опознание, сколько их уже в жизни было, не перечесть Ну и заранее, ребят, предупрежу, если официальную съемку не разрешат, я так включу просто телефон, чтобы хотя бы не слышно разговор, ну и что-то мельком мы увидим. Если не будет, или вообще не спрашивать, что ли, не знаю, как, спросишь, скажут, что бери телефон. Ну посмотрим по обстоятельствам. То есть может получиться не горизонтальная, а вертикальная съемка, ну то есть вот так. Вот чтоб я определил, чтобы на экран не нажимать на кнопочку, нужно на громкость нажать, включается камера. Кабарад Frame encontrar вriz'я, ганelsа REP. Который конец под extranjus оставаться. Приправе мелодия curtый отсутствие За углом все вопросы по умершим, но это же здание в ритуальном комплексе, кабинет номер один, здесь лаборатория. Подойдите, она вам там объяснит. Вот это же здание с торца, ритуальный комплекс зайдете, кабинет номер один, она вам все объяснит. То есть я не решаю. Продолжение следует. Адань Ким Адань Ким С 21 С 21 Добрый день на скорость С 21 Добрый день на скорость Добрый день на скорость В интернете Добрый день на скорость Добрый день на скорость Здравствуйте Это первый морг Вы в судебный морг не позвоните Какой вопрос у вас будет? Вопрос такой Человек умер 21 числа В Боткинской больнице Вот Был здесь в морге Но мне сказали В первый судебный Его отправили Человек без определенного места жительства Лежал как неизвестный Но я о нем знаю Скажите пожалуйста Я как могу к вам прощаться? Александр Александр А документы где его? Документы Паспорт у меня Так Ну родственники Из родственников У него сестра Но они не общаются И я могу Могу в принципе найти Где она живет Но Не знаю там Нужен он ей Или не нужен Ну дело в том Что я могу его опознать И Все такое Я поняла вас То есть паспорт И изначально был у вас Находился Правильно? Да Он был у него в утере Я просто помогаю Людям подобным И вот я восстанавливал Ему паспорт И чтобы он его не потерял Потому что он на улице жил Паспорт был у меня Я поняла вас А скажите пожалуйста Александр Вы хотите теперь похоронами заняться Чтобы похоронить его? Ну По возможности Как бы Да Во-первых Опознать Во-вторых Сообщить сестре Ну и в-третьих А то есть именно сообщить Я поняла вас Да Александр Вам первое Первое что нужно будет пойти Это в следственный комитет Ему я Следственный комитет Это куда? Да То есть в больницу Боткина Вызывали полицейского Для того Чтобы он составлял протокол Так как Тело Без определенного места жительства Без паспорта было Да Вот И вот соответственно Ближайший Полицейский участок Недалеко от Боткина То есть ближайший Полицейский участок Рядом с Боткина Именно туда пойти И сказать Что вот Был неопознанный Такой-то Такой-то У меня его паспорт Есть Я готов Как бы провести Опознание И заняться похоронами Вам там выдадут Разрешение На похорон Потому что без этого Не получится похоронить Это морг судебный Вот Вот с этим разрешением С его паспортом Вы уже пойдете В морг Вот для получения Всех документов И для организации похорон Можно кремацию сделать А он Неработающий был Там можно безвозмездно Будет сделать Если он неработающий был То есть Как только разрешение С полицейского участка Получите Можете даже Прямо сразу перезвонить Прямо по этому же Номеру телефона Как сейчас Вот И дальше Уже мы вас сориентируем Как там дальше? Я понял То есть Ближайший полицейский участок Сначала полицейский участок Да Спасибо Да, пожалуйста Вот такая вот Канедель, ребят То есть Не все так просто И я вот не знаю Что Что Делать Ну сейчас Я найду Это отделение Просто скажу Что я его знаю У меня С собой Паспорта Нету Я могу Его Принести Завтра Это получается Что Получается Что завтра Еще надо Побегать И сегодня Я вечером Попробую Попробую найти Значит Значит Задача Задача Следующая Найти сестру Сообщить Первый судебный морг Что еще Паспорт Отделение полиции Сейчас я Найду Ближайшее отделение полиции И Позвоню туда Тут Что-то У меня Снимается Так Нашел Вот Так Улица Скаковая 18 А Отделом МВД России По району Беговой Ну Звоним Добрый день Товарищ полиции Значит Я нахожусь В Боткинской больнице Я пришел По причине Здесь умер человек Без определенного Места жительства Приезжал Как неизвестный Он скончался 21 апреля Но Я знаю Его данные Могу Опознать Могу Сообщить Сестре Ну и так далее Я Интересен Нужен вам И плюс Еще У меня Находится Его паспорт Так Еще раз В Боткинской больнице 21 числа На скорой Был доставлен Человек Бомж С Савеловского Вокзала Вот Я знаю Все его данные Могу Опознать Могу Сообщить Сестре У меня Его паспорт Ну я товарищ Я блогер Занимаюсь С помощью Людям И вот Я восстанавливал Ему паспорт И чтобы он Его не потерял Он лежал У меня Как вас зовут Александр Николаевич Рощупкин Как еще раз фамилия Рощупкин Я не москвич Я в хостеле живу Что адрес Называется Что Адрес Назовите Я даже не помню Адрес Район Савеловского Вокзала Хостел Улица Бутырская Бутырская Дом Не помню Шесть По-моему Так Значит Еще раз Допументы Паспорт Мои Скончавшегося Как данные Данные Скончавшегося Да Аданькин Аданькин Да Аданькин Имя Валерий Александрович Чеснами Затражнение 14.01.1972 21.01.1972 21.01.1972 На территории Савеловского вокзала Нет, он умер в больнице Водкинской Забирали с Савеловского вокзала Ну да Че, как человека Захоронят Непонятно где У него есть сестра У них были Тяжелые отношения Но Может быть В таком случае Они его похоронят Ну и так далее Хорошо Я вас услышал С вами сейчас Понял Спасибо Вот так Ребята Видели, да? Мы с вами Свяжемся То есть В принципе Я так понял Что это Нахуй никому не надо Денег Я не знаю Вот Знакомая моя Недавно хоронила Там человека Похороны Но это пипец Как дорого Социальные похороны Кремаса И так далее Ну я даже не знаю Сколько там стоит Я даже не спрошу Но дорого Больше 30 тысяч Вот Рублей И Что еще Даже не знаю Что сказать В этом случае Короче Пока я им не нужен Мне тело не отдадут Я ее сам не возьму Потому что денег у меня На попу Соответственно нету Во-вторых Я не родственник Слышали сами Что сказал Это Агент Похоронный Только со справкой А справку Я читал там Бумаги Вот сейчас был В морге здесь В Боткинском Выдается только Близким родственникам Или по доверенности Гербовая Гербовая Это бумага Соответственно Нужна сестра Короче На этом Серии не заканчиваются По этому вопросу Будет еще одна Пока смотрите Что есть И оценивается И оценивается Работу Российских Служб Государственных Причем Государственных Бюджетных Организаций Больница Полиция Скорая Морг И так далее И тому подобное Умер человек Никому ничего Нахер не надо Все только пытаются Натянуть бабло Все Агент мне уже Сразу сказал Вам тело Никто не отдаст Просто так Очень печально Но факт Засим Откланиваюсь И выполняю Задачи Дальше Спасибо За просмотр Лайки Комментарии Пишите Пишите До новых встреч Продолжение следует...